добрый вечер с вами дьякон сергий и мы начинаем обещанный прямой эфир промогочены пророцая сейчас я попытаюсь сразу подключить василия владимировича вот он даже уже подсоединился сейчас мы пригласим василий владимирович так вот он вот василий владимирович дом так не слушается не телефон добрый вечер как меня слышно вы меня слышите я вас слышу добрый вечер добрый вечер вот дорогие подписчики с нами генеральный директор союза писателей россии художник реставратор и конописец театральный художник по его словам даже когда это был бывший хиппи василий владимирович дворцов и это сразу скажу это тот самый человек который когда-то меня привез в могучина и это глупо 90 то ли шестой то ли седьмой год где-то где-то так да и именно с этой поездки началось воцерковление меня вот именно именно сознательно не как за хожанина а как как человека который попытался в этом разобраться тема сегодняшнего разговора у нас служение архимандрита и анна личность это очень интересно окутанная уже мифами легендами еще еще при жизни иногда хорошими иногда не очень но мы как-то решили что наверное пришло время рассказать о его жизни и василий владимирович как раз тот человек который встретился с ним как раз в начале его служил служжения вам слово добрый вечер уже отцы братья сестры действительно отец и аналоговских это удивительный подарок нам всем всем сибирякам особенно то есть это просто божья милость что нам дан эталон эталон служения веры в бога то есть наши ну наши времена когда ну мы такие тепло тепло хладные страдаем этим честно говоря то есть был человек был дан человек пример человека непосредственно с которым можно было потрогать с которым можно было посидеть за одним столом и проехаться в машине там сутки полтора допустим добираться до колпаша по по грязям по страшным то есть на вазике буханке но вот человек который который просто верил и который пристыжал своей веры потому что у нас у каждого есть примеры когда нам особенно по новоначалью такому по вхождению в церковь господь дает примеры того что что этот мир физически он настолько хрупок тонок и прозрачный что за гораздо больше открывается но нам этих вот свидетельств как-то недостаточно вот мы еще хотели бы чудо какого-нибудь мы еще бы спросили чего-то какого дополнительного к этому моменту а то может быть василий владимирович может быть даже не чудо недостаточно они случаются со всеми но многие списывают это на случайности на что-то еще не хватает именно такого камертона до кого-то такой звучащий как ярко звучащий струны на которой можно ориентироваться который можно потрогать посмотреть что человек живет и верой живет богом который живет от все 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 цело им и когда ты ишь здесь на земле то вот здесь рядом с тобой такой пример ну невозможно остаться равнодушным у него к и по моему подтвердите мои мои слова что к нему не было равнодушных людей либо ярко его принимали либо ярко отрицали да это удивительно конечно количество ну другой стороны надо понимать что это действительно так духовный рост невозможен без терпения клеветы и хорошо пустынникам там на людей вокруг нет никого поэтому бесы в открытую приходят и так сказать мучают пустынников а вот человек который находится в социуме бесы мучают его через других людей часто через близких достаточно людей то есть входят и досаждают по полной что называется от родных и близких от кого бы не хотелось получать вот эти удары те дары о которых обычно говорят когда говорят об отце и ане его удивительные дары то есть и которые мы свидетели были кто с ним много лет знаком постоянно то есть его возможности они же не дары они требуют очень жесткой оплаты жертвой есть человек который как бы проходит аскеетический путь в результате получает эти дары мой мой святой василий дикополит он 13 лет отсидел в яме за почитание потом вышел когда из ямы он помогать людям но есть люди которые заглядывают раньше времени вот мотовилов напросился серафимом показала сколько лет он после этого мучился когда демон входил в него и сводил с ума потому что он заглянул то заглянул но это был не его отреза то не было на камушке то он не простоял сколько положено тысячу ночей и вот это вот когда видишь как какой цены какой цены вот эти вот дарования дарования они даются для чего для служения то людям и потому что ну как бы господу служил бы и ладно это твое как бы закрытое дело с ним отношения а тут еще вот они дары даются для того чтобы помогать другим и оплатить то приходится тебе приходится страшно платить мы с ним познакомились я действительно даже помню его в белых одеждах когда вам только свою череду первую свою сам сколько 40 дней служил и я помню я зашел я к отцу виктору зотину туда он еще по золотчикам работал и сторожем в соборе зашел и вдруг какой-то стоит священник весь белом и был такой иоанн колодий это кто-то старик это был такой догматик такой правильный священник вот вообще который следил за всем и за вся то есть за любым маленьким нарушением он стоит и отчитывает этого молодого рыжего такого бедный покраснел стоит мнется он и вот что-то строжит строгать вот как-то эта картинка запомнилась через некоторое время я и забыл уже все это тоже прихожу к от сейчас уж конечно к отцу виктора тогда к виктору зотину пришел и он мне говорит тут это один батюшка художника ищет давай я тебя познакомлю с ним это очень непростой ты не обращаясь а как он мог понять что он непростой а если я могу дополнить чуть-чуть это мы сосну виктором сидели разговаривали и они же встретили ставка в кочегарке там да то есть когда он занимался по золото и нашего нашего нижнего храма кафедрального и рассказывал такую вещь вот про съезду так говорили что не дали не дается дары то просто так и говорит мы то сидим мы поработали весь день а как он прибежит там братья давайте вам чайку соображу что-то еще а мы ему давай с нами садись не я уже ел и вот он говорит что тогда он тогда уже по средам и по пятницам не ел ничего да то есть и не вкушал и не пил и не пил да вот и это еще было до хироттония до рукоположения он тогда шофером был да в епархии по моему его версия то есть как я помню сейчас значит я к чему хотел сказать что меня к нему господь толкал как теленка вот которого 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 от вымя и заставляют пить а он никак не может научиться пить из ведра то есть вот потычу туда и он пузыри пускает и пока не не то ну же захлебнется захлебнулся и глотнет тогда поймет так то же самое со мной было у меня родился родилась первая старшая дочь начата настя и вдруг у меня полетели халтуры вот ни одной заказа ни одного заказа а старые заказы со мной не расплачиваются я очень не люблю ходить в бригадах но я пошел в одну бригаду поклонился мужики возьмите на работу но ребенок маленький денег нет вообще никаких они как ну давай бах у них слетает халтуры я понимаю что из-за меня но я для чистоты в другим товарищам и говорю давайте возьмите меня я чуть-чуть потом под работу давай давай с удовольствием бах у них заказчик пропадает все колец полный вот в этот момент меня отец виктор говорит познакомься такой берет у знаменитый старый пристарый берет стоит такой человек глаза буравчики такие насквозь меня я же не знал что он настолько насквозь и спрашивает ты с лика берешь или с квадратного метра благодати я в ответ разозлился кто такой вообще чё он меня пытает он действительно как бы насквозь то видит я так зло отвечаю да мне все равно дашь только это не слава богу так не бывает со мной бывает но приезжай то есть приехал я посмотрели боже мой это же черепанова это окраина там улицу лет 20 еще после этого засыпали и я пока на более-менее стала весну осень выдерживать потому что это 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 был просто провал и всего какой-то старенький домик стоит лопнувший литой к нему пристроили алтарь какой-то страшный без проекта без ничего просто пристроили то есть да и все в это время перестройка была собора и весь мусоростроительный туда в черепаново отвозили я посмотрел померил все там сел эскизы мы поговорили все эскизы значит привез ему эскизы ну вот как монастырь очень похож на тюрьму так и старчество очень похож на дедовщину когда-то начинай я начал то есть разбил там по слоям так закрашиваю еще так очень плохо очень плохо подготовлена стена была потому что ее заштукатурили было очень холодно поставили обогреватели она обвалилась растрескалась замазали такая корявая вся страж значит начинаю раскрашивать то есть синенькая зелененькая там желтенькая по местам основные фаны такие он собирает а у меня там работали какие-то три коллеги совершенно один маленький совершенно горбатенький другой значит хромой совершенно вертолетчик там разбился на смыть третий вообще пьяница за волдыга это постоянные работниками три было таких и еще несколько таких помощников он всех собирается стоят за моей спиной говорит посмотрите на этого дурака на меня показывает я ему сказал делай все белые ничего не знаю я тебе сказал делай все белое что ты мне это самое начинаешь и уходит эти стоят уроды и хохочут у меня было бы у меня немного денег да я бы плевал бы на все и уехал очень тяжело приживание понимание что такое действительно жесточайший пост и даже кроме среды и пятницы он никогда не ел то есть если допустим он пропускал в обед ему к себе позволял один раз он не ел туда если он пропускал по делам обед вечером мог чашку чая выпить на этом при том что шесть лет каждодневное служение литургии то есть пока у него не появился второй священник у него было упертость что раз есть алтарь есть жрец нужно приносить жертву каждый день положено наш каждый день должна вот допустим соборе 3 алтаря 2 алтаря это уже грех дополнительно пустые которых не служится и поэтому он служил гривот шесть лет по триста черепана было сюда черепана начиналось потом обмогочина продолжилась это по триста с лишней литургии в год он услуживал то есть при том со слезами не же я обедничал мне было показано что мне показано две картофелины несколько кусочков хлеба и все и вода вот этот вот бульон от ковареного картофеля назывался у него суп то есть при том что физически был очень сильным человеком я помню то вот что-то работали с кувалдочкой то есть то ли барков он был мастера спорта по борьбе там еще штангу таскал вот он мог порядка 40 до 40 до 50 ударов нанести кувалдой то есть я там 25 максимум то есть отец он брал 60 70 ударов то есть наносил при том что вот внешне было и когда вот он заболел когда он перестал вот этого пост пришел перешел в болезнь то есть он перестроился в болезнь я когда первый раз увидел что ветер дунул а у него штаны пустые извините то есть там косточки я помню тоже меня резануло по сердцу вот но сложности конечно то есть и вот эта вот его история с сферой с его значит он работал начальником смены на заводе сейчас скажу не септик стильмаш или где он сейчас точно не скажу я помню что вот или с не всем рядышком где-то работал начальником смены и у него была женщина крановщица которая в принципе было запрещено работать потому что не было шизофрении она не могла работать наверху на катать по цеху эти самые металл перетаскивать и так далее то есть грузы большие но она была гордовщица удивительная то есть и когда конец смены то есть без нее там невозможно было потому что она идеально просчитывал движение крана то есть туда перегоняла с места на место вот и один раз на к нему пришла бит у меня конец месяц месяц или даже квартала то есть страшная гонка план делаем она подходит ко мне это василий у меня это все голоса начались ягод не могу и тут ведь мне кто-то рассказывал что на сибирске живет чернокнижник я ничего не знал в принципе поэта я говорю давай игру пойдем к нему сходим он самый тебе выгонят без авто и ты мне план поможешь очень просто бытово то есть пошли к ней однокомнатная квартирка в панельном доме то есть он мне говорит сиди на кухне там в комнату завел на печке зажег начал что-то читать я заглядываю туда она такая толстая и вдруг начинает крутиться вертеться вся извивается и потом падает на пол и такой голос из него мужской грубый ну вот там мы с тобой жили 17 покидают и с тех пор каждую ночь к нему стали приходить бесы он жил в общежитии у него была комната как начальничка такая ну рабочее общежитие отдельно то есть и вот это не выходили как хулиганы какие-то подойдут ко мне я только лягут они подойдут ко мне прям сквозь дверь заходят подушку под меня выдергивают подъел и стаскивают и начинают меня лупить я не сплю всю ночь утром просыпаюсь все тело болит то есть там ну действительно до синяков а я такие вещи видел то есть когда бесы бьют ночью у людей что даже бывают что и синяки проявляются вот такую одну ночь вторую ночь я уже сам уже никакой хожу уже сам на работе то есть не могу потому что я не выспавшись уже несколько суток и что меня занесло я встал постоял немножечко зашел в храм служба была я в храме постоял немножко и в ту ночь заснул интересно запомнил это еще два-три две-три ночи опять промучился опять зашел в храме постоял немножко опять заснул и я стал ходить храм то есть все вот как бы с одной стороны я ни одного чемпиона мира не знаю когда чтобы ему в детстве кто-то на во дворе не разбил губу то есть это обязательно обязательно такой толчок должен быть потому что с тем миром мы сталкиваемся очень ну жестко мы же не святые то есть не знаю даже кто там с детства жестко жестко с ними сталкиваются зачастую люди которые желают прекратить такую такую жизнь им сразу достается достается а пока пока они пока они свои чего их трогать ну вот а дальше значит как сказать ведь мама уговорила меня я женился родился один ребенок уже как бы все пошло и вот тогда первый разбит было явление божьей матери она сказала василий приходи ко мне работать даже не служить работать что куда сон такой вообще ну вот смотри вот со мной с вами да вот ну мало ли нам снова снится ну что теперь жизнь менять из-за того что что-то приснилось а это сколько сколько ему было было лет ну вот уже первый ребенок родился уже был женат по 30 по 30 да да и вот значит через некоторое время второй раз приходит василий приходи ко мне работать матерь божья четко все это я просыпаюсь я в полном ясности что со мной такая реальность была а тут нас будет послали в город горький тогда нижний новгород но он же а пришел где чтобы ходить церковь я почему пошел я бросил завод стала гонять автобусы то есть новосибирь с барнаул гонял это у нас это отправили за новыми автобусами мы приехали в город город горький на автозавод получили свои автобусы выезжаем заводы и вдруг ягод врезаюсь и рву там боковину то есть в общем фары выдавлено и все то есть я говорю как давайте я типа заплачу еще раз про конверт это что конверт вставляешь конверт вставлять машину и заново его прогонять это нереально только если директор или зам директора тебя подпишет сейчас и дублю и вдруг какая-то четкая мысль матерь божья если сейчас все получится все хорошо я приду к тебе работать и тут я подхожу в таких разбитых расстроенных чувствах проходной это мужичок подъехал на волге вышел и давай там разносить охрану ругает их ругает я подхожу к нему в бумажке с этой с просьбой поставить машину на ремонт он не глядя подписал мне поругал сел в машину волгу и ехал я бегом быстрее запустили конверт остановили вставили восстановили все я вместе с колонной приехал на сибирск совесть то давит я же пообещал а как а куда идти а чего и вот тогда вдруг встретился дедушка которая сказала у нас тут кочегар от места кочегарки освободилась естественно что в семье приняли это все очень жестко в его семье теща у него был преподаватель в школе в Казахстане и она она ей было очень стыдно что ее зять пошел работать кочегаром в церковь это было позор для советского человека на это сумасшествие просто и она забрала беременную вторым ребенком жену к себе в Казахстан он умолял только 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 повенчаться вообще больше не не заставит ним не молиться ничего не никак то есть только просто повенчаться и все нет категорически нет и все и тут удивительно когда есть две иерархии в церкви иерархия административная иерархия такая духовная или мистическая не знаю как называет это слово мистическое в наше время очень плохо воспринимают это затасканное тоже то есть оно такое уже там чего только духовного нету я просто воды к гедеону я молитву напоминаю каждое утро удивительно да человек вызывает митрополита даже представить какая митрополия огромная тогда была это же все и алтай и томск и к новокузнецк и все это было вот и вот удивительно человек который но практически знал каждую бабку на приходах то есть он всех помнил и вот он когда он шел по храму это вот как матка в улей до ползет вокруг нее там собирается люди жжат вертили он такой красивый большой такой и в нем какой-то удивительный этот доброе отцовство действительно очень добрый человек и ну это можно днем долго говорить и вот он вызывает как рассказано опять же отца он вызывает его кит василий матерь божья вел тебя рукополагать готовься а как я могу рукополагаться если я разведен дети ну как ну значит подстригаться будешь ну я же не могу у меня законодательный запрет и тут гедеон сказал по словам отца и она сказал то есть такую фразу я что из-за тебя божьей матерью спорить буду готовься вот эта вот прозрачность двух миров вот она вот как бы дает уроки вот такие вот удивительные что действительно в простоте вот в такой как бы простоте на самом деле конечно это не простота это простота такая простота вера да но она ведь как сказать она и ученых и не ученых людей объединяет потому что это ну это просто фантастика и что спорить вот когда вы тогда мы с ним познакомились познакомились у меня просто был еще такой конечно там тоже урок но уже когда отец был за меня я когда расписывал алтарь значит за престольный образ сидит господь на троне божья матерь и иоанн креститель алтарь очень низкий потолок очень широкий получался то есть потому что я сам любил гигантские алтари большие чтобы человек 20 спокойно расходилась и не мешали друг другу и вот мне пришлось божью матери и иоанна крестителя так сказать развести пошире поставить пошире и приехал в будущий владыка сафроний тогда богачинный новосибирской области будько отец димитрий красивый подрясник шитый этим жемчугом шитый пояс вообще важный чистенький такой весь глухая духами хорошими вот посмотрел художник хороший художник хорошо все вот это их поближе то сдвинь отец иоанн ходит может он не расстраивайся может он забудет все таки нет этот не забудет нет опять вот и не расстраивай помолимся может забудет утром подходит ко мне часов 6-7 утра ты представляешь в час ночи позвонил пусть художник поближе сдвинет ну ладно замазывайте сам рука не поднимается отец евгений чечнев послушником он закрашивал но это потом мы же погружились владыки сафрония и были дружны по-настоящему по большому счету когда в 12 ночи там пол первого у него была такая привычка раздавался телефонный звонок я садился поудобнее потому что нас начинались беды беседы о прошлом советском периоде жизни церкви то есть как бы гонениях вот этих вот всех я многое знаю от него именно то есть потому что он кому-то своему не доверял а вот я как бы человек сторонний достаточно такой но мы с ним долго много работали когда вот уже фонд культуры на сибирске когда мы первые мероприятия проводили и первые первые тогда воскресные школы может быть для взрослых это называлось на курс лекции по истории православной церкви то есть такой какой-то момент много-много поработали с ним знакомство было тоже через ерунду потом значит когда его перекинули в Могочино а Могочино перекинули отца Иоанна за то что отказался сотрудничать с органами дело в том что юг новосибирской области вот начало алтайского края туда он очень весь пронизан секторе особенно пятидесятники там и баптистских цвет очень много себе себе у нас всегда была местом таким ссылки для таких людей и штундисты и пятидесятники и баптисты кого-то только не было отдельно отдельная такая была у нас даже как сказать миссия миссия среди них что-то ли да ладно это долгая тоже тема ну в общем короче ГБшникова местный вызвал сказал что ты пользуешься авторитетом а мне туда внедрить некого то есть у меня там вообще никого давай ты будешь с ними встречаться я тебя по православных не трогаю типа это всегда для начала так сказать с них начнешь стучать он сказал тот отец сказал нет нет этого невозможно то есть ну начал запугивать он сказал ну я монах я рад тебя отправят так что ты волки рады человека видеть ну я же монах и так далее вот что интересно сказать про те времена еще я потом вот слышал и видел что есть священники хорошо поющие в храме и которые не могут петь за пределами то как отец сам начале богородица как он как он подавал возглас это был просто ужас какой-то все зажимались и мы его любили но вытерпеть это матерь света то есть это было невозможно то есть и вдруг в какой-то момент он пропел это и дальше вот кто уже помнит его уже и как сказать игуменом архимонавтом просто просто все говорят что это я как бы это моя больная тема да я сколько раз его слушал да он же он же не пел это невозможно сказать что это не это нет 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 это не пение он сидит отдавал возглас давал на распев но как-то очень особенно вот я скоро займусь буду оцифровывать записи которые вместе к себе 20 до но это же очень удивительно это это же это же не голос певца это не поставленное какое-то пение нет это служение это служение и молитва и когда он произносил это все понимали что это молитва как-то я так дерзко себя провел очередной раз уже много лет позже то есть он так повернулся матушке ирине начали помолимся хотя глупости говорить не будет видел этого ангела стоящего в алтаре и конечно по-другому есть удивительный момент подарок последнего времени я здесь был в иосифововском монастыре на службе и я впервые за много лет услышал хор который не просто красиво поет но есть хорошие хоры то есть замечательные а молитвенно поет я сразу отца иоанна вспомнил потому что когда хор поет и каждый понимает что он поет так как он отказался начаться от сотрудничества отправили его места удивительные ну как удивительно я думаю что порой что про эти места надо отдельный комментарий дать потому что надо понимать что 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 это за места но фантазии было много особенно матушка ирина которая выросла на асфальте и они тоже надо ведь одни тоже надо говорить хотя конечно а я вот смотрю что у нас как-то ну вроде только начали да уже проговорили 30 минут я так понимаю что одной беседы не ограничимся только чтобы ваши воспоминания записать я думаю не один час у нас уйдет ну я раз повторяю что рассказ 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 особый как меня выпихивали из художника я думаю что его надо оставить концу потому что это отдельная тема как таковая я хотел бы паузу маленькую сделать совершенно неформатную меня люди которые в инстаграме что-то принимают за это бьют хорошие мои простите я не ради того что там мы что-то выплачиваем в алгоритмах этого инстаграма в которых в рамках которого мы сами разговариваем чем больше вы нам поставите лайков этих вот сердечек да тем больше людей увидят то что у нас прямой эфир просто простите мне всегда так стыдно и неудобно но вот как-то это да кстати вот так хорошая тема пошла это реклама которая была перед этой нашей встречей я с ужасом ее смотрел и чувствовал себя товаром не мог понять то ли я в мясной лавке товар то ли я на рынке рабов это это когда это вот сейчас буквально вот неделю эту последнюю когда реклама нашей встречи а значит был такой урок тоже но он уже был могу могу чина то есть но еще в черепанова отец а ну как бы видел вот храм по-своему и вот одно обязательно было видение что человек входящий в храм он должен сразу оказаться под амфором божьей матери то есть покров встречать должен верующего в храме покров и когда я в черепанов до пожара расписывал он у меня получился вот получилось божья матерь это ну бывают такие вот какие-то моменты такие пробивающие все я хожу у меня бабки крючки прикладываются то есть все меня хвалят я подхожу значит и так и ехице слегка мне разрешалось как ветерану ну так сказать вести себя по неблагоговейно рядом с ума по-человечески игру отец но захваливают беру я привыкаю мне нравится это болячки есть потом возвращает это обрати внимание на получала комплиментов ничего на следующий день загнешься я с ужасом всякий раз смотрю на эту рекламу то есть что же у меня завтра будет болеть и что именно есть такая тема ну это тоже отдельный разговор приезд игры материна она человек который вообще не у нее было представление что будут построить загнукнутая систему которая будет жить к тому самобытам она спрашивала чем отличается овес от пшеницы восстанавливались по дороге она выходила в поле значит и это как сказать и думали что вот все будет своя ферма все получится все замечательно ведь ничего же этого приехали то и первожители это надо отец сам родственного радостно потирал руки чем будет хуже в мире тем у нас больше приезжает народу работников про матушку ирину мы с ней позавчера разговаривали да вот она говорила так вот мы приехали на это место это голое место это вот это он показывает на этот как он там лесопильный или лесообрабатывающий завод здесь у нас будет храм у нас будет мощнейший мужской хор из 20 батюшек там или больше отец ты чего несешь какой ход а в то время в одессимском соборе там сколько отцов-то служила что ты несешь какие эти а потом там посмотрите это двухтысячные когда любой любой праздник а любой праздник храм забиты больше 20 отцов там своих 12 16 до много много приезжих как отец павел сказал когда он приезжал вы не понимаете ли у вас царские службы у вас царские службы это действительно на службах на на тех когда служил отец и он когда такой собор ну благодать она вот как она ощутимо трогать вот моменты единения вот мы когда много говорим о соборности ее надо пережить и пережить ее можно только во время службы вот вот если если у человека опыт соборности это вот я разбирался в своей сфере нынешней нынешней своей сфере в литературе допустим что такое лиризм признаков русскости в литературе вот иностранцы не могут у них есть похоже романтизм что-то такое близко но он с эротическим подтекстом обязательно наш лиризм не эротичен удивительно а почему потому что он религиозный опыт вот это вот единение когда собираются люди вместе незнакомые люди вместе объединяются в этом это буквально может быть это может быть и минутка одна может быть и 10 минут самое длинное на переживание у меня было в сколопеченском монастыре когда отец крестьянкин паримию вел великим постом и вот верхний храм был мыли стены там чуть-чуть реставрировали а внизу набилось так что мы даже мы просто руки скрещивали на груди мы не могли перекреститься стояли так плотно и вдруг когда он читал страсти христова то есть вот это вот состояние когда мы вдруг все сердце все сердца бились одновременно и вот это пережитое состояние состояние соборности настоящей соборности она могу очень много очень многим дала этот опыт могу очень много дало этот опыт я могу сказать про себя что мне что-то 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 что дало что дало это мне на самом деле это очень актуальная проблема для сегодняшних людей причем потому что христианство особенно православие которое загнали под аббревиатуру рпц да рпц это зло вот многие люди молодые серьезно не воспринимают для них есть некий какой-то такой мифический культурный код который они изучают там в университетах что-то пытается понять но без вот с одной стороны такого камертона как отец с другой стороны без вот этой соборности когда все сердца горят как одно когда бьются в такт и когда ты видишь живую вот это все ты понимаешь что христианство это не догматика давит что христианство это не учебники это не молитвослов христианство это христос и он здесь и он между нас и по-другому это не 5 вся сущность христианство это христе который между нас это 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 надо пережить и как раз надо попасть в место в такое есть таким с таким с таким с таким отцом да ну тут как сказать искусстве да мы уже привыкли к этому и в науке есть и салантливые люди а есть гении вот религиозно тоже есть гении и выдачи из таких людей удивительно что ну что там доставалось конечно количество клеветы которые сыпалось на него то есть это же это просто она сыпется до сих пор и посмертно я уже один раз не вытерпела тут ураев у себя опубликовал какую-то грустнейшую мерзейшую эротическую как всегда вещь он по-другому не умеет я уже не выдержал где-то что-то взял у кого-то и перепечатал но причем совершенно сознательно не по я так понимаю не 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 проверяя вот это желание хайпа оно сгубило талантливейшего талантливейший священнослужителя вот вот если бы вот не было у него сада я думаю у него было меньше искушения но есть же осипов да то есть есть вот все таки светский профессор богословия это же и кураеву ему надо было присутствие в алтаре нельзя просто присутствовать при службе она невозможно так ведь это вот я когда было рискнуть начинающим ресторатором я поймался на том вовремя то есть или кто-то мне подсказал наверное все таки скорее всего может подсказал кто-то из отцов пожилых что ты не привыкай быть в алтаре здесь же здесь же ситуация какая вот мне мне когда говорят типа учетом ну вот а почему не почему нельзя приходить на литургию и не причащи и не причащи и не причащаться давай 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 по-другому да у тебя есть отец мать они позвали тебя домой на праздничная обедка ради самого важного события в жизни и да а ты пришел сказать знаете мам пап я есть у вас не буду я так со стороны постою вы тут празднуйте а я со стороны посмотрю домой пока я вот я поехал да ну это конечно понятно аналогия очень любого да но тем не менее ну как вот я просто к тому что присутствие в алтаре вот но нож потом с него надо платить выйдя из алтаря ведь не у каждого кому-то дан дар проповедовать кому-то действительно то есть вот дар объединять всех вместе во время службы то есть едино в единое в единое дыхание в сердце кого-то еще что то есть даров разных много священнических даров то есть вот я имею ввиду священнослужителей и как сказать вот у меня тоже отец андрей федоров тогда тоже как всякий неофит там я же других обучал правильно молиться он меня просто поймал за руку и сказал подожди тебя есть волксанин свыше учить ты же будешь рассчитываться своими детьми за чужих детей то что ты их будешь спасать ты будешь своими рассчитываться я так обозел бы мне не лучше я помолчу пусть мои растут задели задели очень живую вещь отец ан когда мы с разговаривали ну я говорю вот это закончил курсы епархиальные дальше либо институт но после института дороги 2 либо преподавать либо рукополагаться такой ну сначала по преподаваешь потому что рукополагаться очень уже понимаете что за это не прилетит по самому недорогому детям как детей это зовут так детей зовут поэтому говорю еще раз вот есть благословение свыше и он уже любил себя прикидываться я строитель там не приставайте ко мне еще что-то но в общем короче было очень трудное привыкание я когда начал ценить его как подвижник как может быть как бы духовного борца за правильность за его удивительную цельность внутреннюю но еще не совсем доверял его вот этим большим таким советом когда надо что-то такова звук пропал я вас не слышу хорошие мои если вы слышите василий владимирович пожалуйста напишите вы слышите его или нет значит сейчас я вернусь да есть просто этот момент важнейший момент в нем всегда был когда говорю хитришь когда ты уже все просчитал думаешь ну я же городской житель я все просчитал ты и же этот самый сельский поп ну мало ли что ты знаешь не знаешь вот я тут как раз блажь это ж конец восьми начало 90-х годов то есть это спасение россии то есть политический на такой запал страшный и когда быстренько там ты благослови быстренько а мы уже вот на куликов поле уже собрались едем благослови быстренько поехать на куликов он кстати сюда отец он меня просто поражал какими-то странными знаниями истории то есть я впервые от него услышал вот это почитание павла я впервые потом я уже изучая изучает вопрос отношения сергия и дмитрия донского я понял что донская икона чисто патриотическая голицыными сделанная гораздо позже на самом деле церковной иконы такого нету не было никакого благословления то есть момент такой что ты хочешь быстрее благослови и вот и видно что он через понимаешь ты уже все ты уже получался рубиться там на куликовом поле тебе не давай быстренько быстренько он так махнет крестик на тебя отстань а вот когда по серьезному к нему спросишь вот когда он действительно ты не знаешь и он молится и просто в этот момент понимает это конечно это было совсем другое состояние но и к нему надо было понять к этому надо было прийти нам прийти чтобы понять что ты не будешь тратить свои полгода год жизни на что-то на что ну не получится в результате ничего не получится рассыпется и потом наступил обратный вариант некое потребительство что ли вот я сейчас познакомился с чадами и есть так была схемница здесь подмосковье подмосковье в владимирской области ливанской областей скопин город но феодосия она маленькая карлица парализованная была даже в уху не могла сдуть с лица отлежала и книг толку и людей ехали потому что ее молитва помогала решала проблемы все не понимали как она страдает она кричит от боли она не может она если за ней не ухаживали она могла примерзать к подушке потому что она не шевелилась у нее тело не шевелящиеся 40 лет жить лежать вот так вот то есть какие страшные страдания мы перекладываем на того кого он просит батюшка помолись помолись ну там реши нашу проблему а наша аскеза то где была вот сейчас он ушел да он же не обещал вот мы сидели на стройке он не обещал я до 80 буду жить обманул же ушел раньше а вот но вина-то в нас что нашел раньше мы подсели на него помолись это разговор был наверно месяца наверно за три или четыре за смерти за столом какой-то праздник был кто-то 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 говорит тост что вот батюшкины молитвы матюшкины молитвы и встает матушка да и она говорит да конечно вы же сели на этот возик то отец его тащит и батюшку то пожалеете прям 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 взмутилась вот это было да батюшка то пожалейте это связанность мира связанность мира что всякое действие противодействие вот они они ну как бы вот мы должны понимать что на самом деле это ну папа решает уходит там семье старше кто-то остается старше вдруг открывается огромные совершенно то есть огромная ответственность что ты старше в семье больше никого нету и вы опять пропали вас опять звук пропал вот опять может быть уже и заканчивать у нас у нас осталось с вами 10 10 минут потому что прямые эфиры у них длина час поэтому я думаю что нужно наверно с этот эфир оставить как предварительный рассказ а вот и наверное обозначить когда мы встретимся второй раз поговорим про саяна я я честно говорю пока вы все не расскажете про саяна что вы знаете я я с вас никак вот у меня задуман вот я сейчас закончу обязательно последний раз я отвлекся третий роман пришел отвлечения у меня есть терра абдория первый роман второй значит бремя хитона будет 70 и 80 и 90 и годы двухтысячные вот я задумал четыре романа о своем поколении и рассказать о своей жизни вот когда третий роман который 90-м годам будет будет вот главный герой конечно отец и она и могучина то есть потому что 90-е годы это годы то есть пронзительных болезненных поисков духовных с ошибками со всеми то есть ну действительно мы неопытные мы вот сколько там откровенный раз что мы что мы что мы натворили это да даже не понимаешь что такой школы ну вы уходите от ответа когда мы следуем и встретимся следующий раз технике техника к вам придет и ближайший день 2 это это уже организовали все хорошо нам тут несколько вопросов задают и так понимаю все таки делаем анонс на следующий понедельник опять да конечно да я так понимаю что давайте по понедельникам пока я живой пока вы в состоянии надо про саяна все рассказать а потом перейти про ваши книги говорить тут нам задавали интересный вопрос не относится вообще к теме на финал на финал маленькую историю давайте значит никак не рождается ребенок следующий то есть вот ну беда у нас семье и я попадаю в Санкт-Петербург уже значит Ксении подхожу только часовню только построили походили мы там меня знакомая художница привела мы походили по кладбищу зашли в храм значит все а мне вот просто сердце рвет я давай еще раз подойдем я поплачусь возле стеночки просто мы подходим к часовенке она закрыта то есть тогда еще не было службы постоянной периодически вдруг открывается задняя дверь засовывается к этой старушке так злобно мне говорит иди сюда я покажу туда быстро молись прикладывайся давай к мощам то есть я раз там поплакался все у меня бутылочку маленькую маслица дает на от Ксении батюшке передашь и чуть ли не пинком меня дверь захлопотала ну я полет в Новосибирск сел на ракету еду в Могочино я говорю ну вот наверное тебе сказали батюшке передать значит наверное скорее всего тебе да конечно у нас же завтра пять первых монахинь подстригают я привез к Ксении маслица я наверное добавлю про богословение отца и Анны и про выпрашивание их да то есть действительно это очень много людей приходили к нему на поговорить вот именно на поговорить если человек приходил с решенной с решенным вопросом внутри себя уже внутри себя да а те сам либо 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 молчал либо так ну благословлял типа так ну ты же решил ну иди и делай да делай как хочешь да вот и совершенно другая была другая удивительная вещь я много раз приезжал с вопросами вопрос оказалось неразрешимые и духовные и житейские и вот и он ни разу не благословил ответить ни один вопрос до литургии до служат приехал поживи помолись приходишь за стол последний день праздничная трапеза а вроде все понятно что приехал ты получаешь внутренний ответ там все и только совсем какие-то крайние вещи когда вот совсем действительно там вот проблема жизни жизненного выбора да тогда если действительно ты ее решить не мог когда ты получал очень краткий совет он никогда не на нем не настаивал не убеждал не рассказывал ну делай так у него была такая фраза замечательная я как лучше а ты как знаешь прикосновение надоедало махал отрубал рукой в воздух и говорил как только ты начинаешь тараторить а я вот это все глаз глаза опускал и все ты мог хоть там 15 минут что-то там говорить это уже было все это стенка уже было это чем поэтому когда мне говорят а вот отец там что-то благословил что-то делать там не делать да вы как хотели так и благословлю поэтому что могу сказать вот тут задают личные вопросы вам по поводу писательства да но хорошие мои у нас все-таки эфир посвящен нацию а ну поэтому давайте личные вопросы василию владимировичу задавать в рамках эфира которые будут посвящены его творчеству у нас все-таки мы начали говорить о об архимандрите и они это тот тот человек который стал как связующее звено между многими из нас люди которые даже были до 40 которые друг друга не хотели видеть конце концов через него через веру друг друга прощали объединялись и сколько лет мы не общались меня он лишь из лет выключал своей жизни попытки попытки вылили я чуть было не стал чадом ныне ныне с хии гумена которого все романова да хочу сказать про богословение еще такую вещь что когда я пришел к нему с очень тяжелым вопросом меня мучила энергия которая меня раздирала чем не заниматься потому что вроде дело уже шло я выживать перестал я очень долго выживал примерно в 30 там 33 я обнялся по япсу что я выжил можно жить да вот и тут и тут остапа понесло вот я приехал к нему спросила как живот это ничего не спокойно живи спокойно работаю ничего не надо как так и вот на этом моменте у меня наступил жесткий разлад и с церковью даже не то что с церковью я понимал что он прав я внутренне в сердце знал что он что он что он правда а вот я не дозрел я молодой сопляк там который ни о чем нигде и никаким которого понесло которому хочется вот объять весь мир и сразу и весь да и получилось так что я вслую на службу попадал со слезами господи прости а там раз два в год и больше и больше никак ну а как идти как идти до покаяния когда ты не изменяешься да вот и придет и будет и путь ты придешь и а дальше еще дальше ничего не не меняется и в этот момент моя супруга при при приехала к отцу и анну они сидели за ужином вот и матушка спрашивает а сереженька это долго плавать то будет у тебя еще эти сам поворачиваться это знаковое было событие на пару лет поплавает еще и вернется два года прошло умер мой напарник и все основная работа держалась на нем а для меня это было как хобби и кончилось все пришлось 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 взрослеть его удивительное требование к терпению вот он все время даже просто красной ниткой через все проходил вот где-то или я был как-то пасху встречал в оптиной там тоже был такой момент мне все подписывали к нему его ближнее окружение а он смотрит на меня жалобно типа ну я же не гадалка чтобы заглядывать вперед там будущее так далее я же не гадалка я помню что этот момент думаю как не выкрутиться то и те кто меня подпишет мне их жалко я переню толпу они же меня к старцу подвели и вы я уже его глаза то вижу и уже опыт то есть общение ну батюшку благослови терпение я помню этот смех у него искренне ну наверно вопрос внутренне звучал не так отец помоли чтоб терпение было и вот это то что отец антас нас учил вот это учить терпеть 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 все все к лучшему в конечном счете ну ох дотянуть до этого понимания терпение она всегда по его словам сообразно с наличием веры вера есть значит терпение есть но я могу перейти его слова по-другому он знал что это будет а когда знаешь как-то это проще да вот то есть его его вера по словам отца амбросия его вера стала знанием где уже наступает знание там вера второстепенно да то есть ты знаешь ты спокойно ждешь такое спокойно живешь ты понимаешь это все но мы-то чем это люди простые нам надо верить терпеть ну огромное нас вам спасибо надеюсь что следующий понедельник мы соберемся я так понимаю что у нас и она у нас идет очень-очень много времени ну скажем если страница опытом надо делиться опытом общения с гением веры потому что это действительно укрепляющее и мы не не можем держать под пудом этот свет а мы должны вот это передавать уже нам дан дан был опыт на опыт на дан человеком когда вот приезжаешь туда к нему да это ты понимаешь что это не сказки это не это не какие-то истории это не культурный код этот научный да это жизнь это вот жизнь который который живут и живут тысячи людей и и и вот они как-то все в одном месте здесь и понимаешь что чё там наверное где-то тут поломано у нас поэтому большое спасибо уже помощи всем до следующих встреч с богом всем всем поклонам